алекс черри добрый вечер сегодня чистил печень третий раз все по итогу вырвал хотя предыдущие чистки прошли на ура и с отличным результатом все время раз убеждаюсь что все таки лучше такие процедуры проводить во вторую и четвертую фазу ну что ответить что ответить я уже написал почему вторая и четвертая фаза я как раз где-то чистил на на вторую фазу с захватом там третий поэтому вторая и третья и четвертая фаза это когда идет расширение организма самые большие приливы и отливы наблюдаются именно в конце второй фазы именно в конце четвертой фазы и вот благодаря вот этому приливному действию нечто подобное наблюдается и в организме которая способствует тому что чистки более лучше удаются ролл ройс написал стив джобс увлекался лсд и посадил иммунитет ему надо было ехать в италию к дохановой семончине а не ложиться на операции именно операции вы покалечили и мы не знаем были ли у него онкология вообще на операции настоял еврейка жена которую ему подсунули и он влюбился его злейший конкурент билл кейтс провел идеальную комбинацию по сравнению конкурента евреи завладели дегами джобса и избавились от него вы знаете не так то все просто я читал и смотрел о нем фильм и вот я дал такой ответ я придерживаюсь относительно болезни джобса иного мнения я люблю копаться в истоках он был ярый привержен с питания по бесслизистой диете одного там доктора есть такая книжка целая при этом он что-то делал неправильно потому что вонял то есть от него шла вонь люди с ним отказывались работать а это серьезный признак непорядка в организме и предпосылки для развития болезнетворной микрофлоры которую конце концов и дала рост опухоли он начали и пробовал лечить натуропатию он не сразу согласился на операцию а уже потом обратился к официальной медицины и там естественно началось там маркеры определяющие какой рак а такое лекарство подбирать только то есть запудривание мозгу а началось все с неправильно заморочки в сознании и продолжилось питание на плевательском отношении к своим близким он обнаружил и узнал что он воспитался в чужой семье то есть те люди которые воспитали оказались него биологическими родителями и это вот не давало ему покоя он все там что-то на этом вот какие-то там будем говорить вот у него эмоциональные будем говорить эмоциональная нестабильность какая-то была то есть он как-то на этом повернут был плюс там у него были неприятности по работе когда он сделал вот это вот компанию apple так как он был молодой руководитель его потом умудрились уволить сказал что мы там найдем более таких лучших менеджеров потом его опять взяли короче вот эти все все эти дела на эмоциональном плане здорово повлияли и плюс он очень плохо относился своим близким с которыми он делал бизнес короче вот это такое мое мнение благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч